всем привет друзья вы на канале вязание не только меня зовут алена и сегодня у нас второй день моего недельного вязального влога и я за сегодняшний день начиная с утра и вот до самого вот времени съемки я вязала вот этот мотив очень долго работа продвигалась вяжу я крючком 1 и 5 вяжу я из пряжи ирис это достаточно тоненькая ниточка здесь в 100 граммах 600 метров это пазма была пазма кировского производства ковольно-предельного комбината санкт-петербурга и в пазме 1800 метров 300 грамм то есть получается в 100 граммах 600 метров это достаточно тоненькая ниточка очень нежная очень красивая имеет такой небольшой блеск вот за счет мерсеризации да и очень мне эта пряжа нравится я уже работала с этой пряжей и мне нравится эта ниточка поэтому я говорила вам в планах что у меня начать из этой пряжи вязание скатерти для себя для для семьи чтобы на обеденный стол в зале можно было стелить скатерть у нас как раз там белая стена и посередине у нас вот такого цвета таракутовая такая вставка другой краской да вот я подумала что очень хорошо будет подходить вот этот цвет и основу конечно на столе я буду застилать тканевой белой скатертью а всю скатерть хочу связать такими мотивами может быть я бы закончила этот мотив бы и раньше да но получилось так что не знаю по какой причине несколько раз я просто дело вот последних трех рядах у меня были ошибки где-то какой-то сбой где-то что-то не так где-то я переместила вот эти вот арочки не туда где-то еще лишнее что-то провязала и в общем я раза три распускала если я в том месте где распустила снова перевязала правильно ошибки больше не было то потом при развороте где-то в другом месте я снова совершала ошибку до тех пор распускала пока уже робби не сказал мой муж слушай отложи в сторону и просто отдохни поэтому я отложила сторону повязала немножечко сумочку пару рядов отдохнула и снова принялась за вязание очень мне хотелось довязать этот мотив очень трудоемко вы знаете на этапе когда вяжется маленький квадрат и наверное до середины мотива продвигалась дело очень быстро потом же соответственно диаметр увеличивается соответственно количество петель увеличивается и потом один ряд у меня получилось я вязала ну минимум 30 минут если не больше и вот весь день самого утра я как говорится крапела вот над этим мотивом чтобы быстрее довязать до вечера чтобы вам показать уже готовый мотив они связаны просто мотив наполовину и так сразу хочу ответить на возможные вопросы по поводу мастер-класса я сделаю мастер-класс это будет скорее всего на следующей неделе после моего на недельного влога я постараюсь снять мастер-класс постараюсь снять мастер-класс в формате подробного мастер-класса и буду вязать также как я уже показывала также мотивы для скатерти то есть у нас вязание идет по кругу мы все время вяжем с лицевой стороны и у нас есть так называемый раппорт вот здесь например вязание начинается посередине да это в основном в квадратных узорах у нас вязание начинается посередине то есть половина как бы раппорта я в мастер-классе буду показывать вам начало вязания буду показывать вам эти пол раппорта до угла потом соответственно я буду разворачивать вязание показывать от угла до угла полностью раппорт который вы уже потом будете самостоятельно два раза еще повторять то есть да все то же самое, что здесь вы повторите самостоятельно с одной стороны вот здесь один этап в один этап и здесь в другом этапе так же и потом где мы будем заканчивать с вами вязание, я так же буду снова включаться, показывать как мы заканчиваем вязание и сразу подъем в следующий ряд, опять буду показывать пол рапорта, потом целый рапорт, потом вы будете продолжать самостоятельно, единственное значит что, мне кто-то спросил в комментариях Алена, если вы будете вязать скатерть мотивами, то так же покажите пожалуйста, как вы будете эти мотивы соединять так вот, друзья мои, я посмотрела я нашла эту схему в журнале в своей библиотеке и я внимательно посмотрела описание, так вот, там не было указано никакого соединения, там в описании было написано, что все мотивы вот здесь по петелькам нужно сшить иглой, чтобы получилась общая картина, красивая то есть, чтобы здесь не было никаких дополнительных столбиков вы сейчас увидите фотографию, это фотография из журнала, где как раз таки там не скатерть, правда там покрывало на кровать связано вот таким же точно мотивом и если вы обратите внимание, то там мотивы, они как будто все одним полотном связаны, у них нет перехода то есть, нету соединения, поэтому я скорее всего, так же, как в описании буду один мотив к другому присоединять просто иглой здесь прошивать, вот в каждую петельку так же этой ниточкой закреплять все иглой, вот, но я пока на данный момент не могу сказать, как это будет выглядеть, мне нужно для начала связать второй мотив, чтобы потом попытаться здесь присоединить и тогда я уже все вам расскажу мотив у меня по величине получился приблизительно 30 наверное 5 сантиметров на 35 я потом скажу вам подробнее я мотив, который связала я его не стирала, я только его отпарила, потому что в процессе вязания именно вот эти края, они получаются более вытянутыми, а серединки получаются такими более стянутыми и чтобы вам показать всю картину этого мотива, чтобы вы поняли как он выглядит, я просто его утюгом, естественно, разгладила вот именно от середины, я его вот так разровняла, вот, но не стирала вот, значит, таким образом вот вы видите сейчас на камере я вам показываю, как выглядит этот мотив вот могу приблизить поближе очень тонкая получается работа потому что крючок всего полтора и достаточно тоненькая ниточка вот, я не могу сейчас сказать на данный момент, буду ли я эту скатерть крахмалить то есть мне нужно сначала ее связать сначала, конечно, соединить все мотивы чтобы посмотреть, как она будет смотреться понимаете, она получается очень-очень нежная думаю, что, в принципе, крахмалить не обязательно, но я подумаю над этим не знаю, я посмотрю что еще хочу сказать таким мотивом не обязательно вязать большую скатерть, у меня будет большая скатерть на стол стол у меня размером 90 на метр 60 ну, естественно, надо, чтобы и края свисали вот, это нужно тоже учитывать мне нужно подумать, посчитать сколько мотивов мне нужно и так далее и, соответственно, я буду думать над тем чтобы связать потом еще кайму то есть в скатерти, конечно, должна быть кайма поэтому, может быть, что потом по периметру всей скатерти я буду делать на открытых вот здесь сторонах мотива просто столбики с одним накидом 2 воздушные петли то есть продолжу филейную сеточку а потом найду кайму и после, допустим, нескольких рядов филейной сетки возможно будет небольшая такая декоративная кайма вот, об этом я еще подумаю я пока не думала но хочу сказать, что этот мотив можно использовать так же, как просто одинарную салфетку да, можно потом по краям обвязать это может быть вашей салфеточкой не знаю, на стол, на комод под какую-то шкатулку или вазу или, может быть, в подарок можно также связать дорожку то есть соединить несколько мотивов что получится у вас на столе, допустим, не скатерть а пришли гости и вы просто поперек стола вот так с двух сторон значит, будете застилать эти дорожки либо связать одну дорожку не слишком длинную и использовать ее тоже, как салфетку допустим, на комоде или на журнальном столике то есть вариантов здесь много и, пожалуйста, подождите мой мастер-класс в котором мы с вами свяжем такой замечательный мотив вместе значит, мне задали вопрос по поводу моей скатерти которую я вязала в прошлом году я, кстати, совсем забыла это добавить в мои итоги года мои внимательные зрители вот я вас благодарю вы у меня самые-самые внимательные мне написали зрительница Алена ну, как же вы забыли в ваших готовых работах в ваших итогах вы не показали скатерть и не показали салфетку совершенно верно совсем забыла спасибо вам за внимание сейчас вы увидите на экране скатерть которую я вязала в прошлом году на заказ для родственницы и очень многие из вас меня спросили Алена что сказала ваша родственница то есть надо вам довязывать скатерть или вы оставите таким размером да, скатерть довязывать надо потому что мы с Валентиной связались она посмотрела мое видео и она сказала что для ее стола в ее представлении эта скатерть маловато то есть она бы хотела чтобы не просто эта скатерть лежала на столе и чуть-чуть свисала с краев а чтобы края больше свисали поэтому мне по периметру всей скатерти нужно довязать еще по одному мотиву и их соответственно присоединить что я буду просто параллельно с моими процессами делать тем более что сейчас все закрыто и я пока не собираюсь ехать в Краснодар и Валентине тоже не срочно конечно нужна эта скатерть но тем не менее я хотела бы ее закончить поэтому параллельно с моими процессами буду вязать мотивы и буду их постепенно присоединять и потом вам также покажу а салфетку для свекрови она так и осталась у свекрови и у меня ее в наличии нет но у меня есть обзор на нее и также вы сейчас увидите фотографию это тоже вот к моим итогам года вот в общем-то и все я ответила на ваши вопросы по этому поводу и сейчас я хочу вам рассказать ну как всегда кстати хочу еще сказать что такой мотив можно использовать для вязания например наволочки на подушку и можно взять другую пряжу не обязательно хлопок или можно плотнее хлопок взять допустим соответственно за счет того что у вас будет плотнее хлопок и вы будете работать другим номером крючка у вас естественно увеличится размер вашего мотива и его можно использовать в качестве наволочки для подушки тоже получается очень красиво и очень ажурно вот ну теперь уже точно все я вам все рассказала Ну и теперь после вязания мы с вами пообщаемся, я расскажу вам, какую книгу, какие книги я прочитала также вот в последнее время. Вы знаете, кто подписан также на канал Юлии, я покупала вот такие книги, о которых я тоже говорила. Автор книги называется Робин Шарма, здесь серия книг, книгу, которую я послала Юлии в подарок, выслала. Она называется «Монах, который продал свой Феррари, я лучший». Также у меня еще две книги этого автора. Одна книга называется «Клуб пяти часов утра. Секрет личной эффективности». И вторая книга также серии «Монах, который продал свой Феррари. Притча об исполнении желаний и поиске своего предназначения». Первую книгу, которую я выслала Юлии в подарок, я ее прочла. Она очень меня впечатлила. Я люблю такие книги. Это книги, можно их назвать, знаете, в раздел «Определить мотивирующие литературы». Такой, знаете, литературы, которая заставляет тебя в прямом смысле переосмыслить какие-то свои взгляды на жизнь, на какие-то поступки, на ситуации. Заставляет двигаться вперед. Предлагает быть очень-очень позитивным. В общем, все книги, естественно, которые основаны на личной эффективности и личной мотивации, они все очень позитивные. Ту книгу, которую я прочла, она мне очень-очень понравилась. Вторую книгу, которую я начала читать и еще не дочитала, это «Клуб пяти часов утра». Тоже интересная книга. Здесь тоже интересные высказывания, но здесь больше написано это как роман. То есть здесь происходит действие, когда несколько людей, несколько слушателей встретились в одном зале, пришли на, скажем так, курс по личной эффективности. И потом там развиваются события, как мужчина и женщина из этой компании просто знакомятся и потом отправляются в авантюрное путешествие, где знакомятся с этим автором, с этим мотиватором и пытаются научиться у него именно как стать успешным, как жить, как стать эффективным и так далее. Мне все-таки больше понравилась первая книга. Эта книга тоже интересная, но я еще раз повторюсь, здесь более как роман написано. Вот эту книгу я пока не читала, ничего не могу о ней сказать. Вообще я очень люблю такую литературу. И вы знаете, что я получила в подарок от Юлии также вот такую книгу. Автор этой книги Лариса Парфентьева. Называется книга «100 способов изменить жизнь». И это первая часть, есть также и вторая часть. И также у меня еще есть достаточно много книг писателя, о котором я также упоминала уже в своих видео, в своих недельных влогах. Автор этих книг Александр Казакевич. И книги его тоже очень мотивирующие. У него серия книг. Вот первая книга – это «Как жить вдохновляющая книга». И еще она называется по-другому в нескольких других изданиях. Называется «Простые истины» или «Как жить в свое удовольствие». Также вторая книга – «Окрыляющая живи легко». Также еще одна книга «Как легко обрести любовь» – просветляющая книга. Книга о душе – доказательство того, что все к лучшему в этом наилучшем из миров. И «Самоучитель мудрости» – учебник для тех, кто любит учиться, но не любит, когда его учат. Очень интересные книги. Я их уже не знаю, сколько раз поперечитала. Их можно читать все время и постоянно. Не обязательно читать именно от начала до конца. Можно открыть любую главу и что-то для себя интересное найти. У него в книгах всегда есть такие разделения на главы. Я сейчас прочту вам некоторые заголовки этих глав, чтобы было понятно, о чем, допустим, речь в той или иной главе. Вот, например, скромность – это прямая дорога к безвестности. То есть это одна глава, и она вот так названа. Далее. «Хвали себя сам, а ругать тебя будут твои товарищи. Только дураки и покойники не меняют своих мнений. Почему красавицы – плохие любовницы? Лучший способ побороть страх – примите решение. Почему знакомый черт лучше незнакомого ангела? Нет такого слова «не могу». Если вы будете доить корову каждый день – многоточие. Да, ну и здесь вот заповедь «живи свое удовольствие». Исполнение мечты. Школы, университеты вам мудрости не дают. Почему в России больше тоскуют, чем радуются? Хочу сделать поправку. Школы, университеты вам мудрости не дают. Здесь писатель имеет в виду тот аспект, что образование делает человека только лишь образованным. Не больше, не меньше. А мудрость в нашей жизни мы получаем исключительно из жизненного опыта. Это разные вещи. Очень многие люди часто путают это. И говорят, человек такой умный, у него три высших образования. Человек, у которого три высших образования, он очень образованный человек. А ум или мудрость – это нечто другое. Что, в общем-то, к высшему образованию не имеет никакого отношения. Итак, хочу вам также рассказать про вот эту книгу, которую я начала читать. Я просто не удержалась, потому что мне Юлечка подарила подарок. Я думаю, ну хотя бы загляну я в эту книжку, посмотрю, о чем же она. Друзья мои, с первых просто строк меня эта книга захватила очень. Еще раз повторюсь, люблю такие книги. Такая литература, она полезна всем. Я вот сразу скажу. Если вы человек неуверенный, и вас мучают какие-то страхи, неуверенность в себе, то эта книга и многие другие именно мотивирующие книги, мотивирующая литература, поможет вам переосмыслить, может быть, свои какие-то ведения в жизни, свои какие-то мнения, поможет вам, возможно, сделать первый шаг, поможет вам что-то в своей жизни изменить. Здесь нет, конечно, никаких практических советов, но именно такая литература, она мотивирует, именно, возможно, она поможет вам перебороть ваш страх. Ну а если вы человек уверенный в себе и ничего не боитесь, идете прямо и ровно вперед по своей дороге, которую вы себе выбрали, то эти книги, эта литература поможет вам и поддержит вас именно в ваших решениях, в ваших идеях и в ваших каких-то мнениях по жизни. Я заглянула в эту книгу, мне очень-очень понравилось. Здесь также книга делится на главы. Например, одна глава называется «Мечтать не вредно. Как получить то, чего действительно хочешь?» Автор высказывания Барбара Шер. Дальше. «Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом?» Это высказывание автор Мек Джей. «И выйди из зоны комфорта, измени свою жизнь и 21 метод повышения личной эффективности». Автор высказывания Брайан Трейси. И когда я начала читать книгу, здесь часть первая, то здесь точно так же очень много интересного. Здесь у нас главы, вот смотрите, например, есть мотивация, предназначение, как всё устроено, и здесь так же всё по страницам. То есть вы можете не обязательно книгу от начала до конца читать, ну, конечно же, интереснее читать от начала до конца, но вы можете для себя выбрать просто ту или иную главу, которая вас интересует, да, и вы начинаете просто читать. Здесь автор пишет о себе. Вообще она пишет, что ей помогло, как бы, что сделало, что послужило толчком, чтобы изменить свою жизнь. Она пишет, что она на 180 градусов изменила свою жизнь. У неё было лишних 30 килограммов. Она давно хотела похудеть, но всё то одно, то другое, да, как всегда у нас у всех. Далее хотела также изменить и место работы, потому что она была недовольна, ей не нравилось, и многое-многое другое. И вот здесь как раз в своей книге она описывает, что она поняла, что этот день наступил тогда, когда она ехала в метро, и бабушка ей уступила место, сказав, что, ну, вы же ребёночка носите, вам место нужнее, так что присаживайтесь, а я уже постою. И вот она говорит, что присела она на это место и поняла, что это всё. Это вот, ну, знаете, как последняя капля была, да, во всём этом. Ну и, конечно же, здесь в книге она описывает, с чего она начинала, как всё это дальше продолжалось. И сейчас, на данный момент, Лариса, она является мотиватором, она также проводит курсы личной эффективности, мотивации и так далее. У неё есть, ну, вот в книге она описывает, что у неё есть такие курсы, она проводит курсы видео со своими, допустим, клиентами, и ей всё это очень нравится, она давно хотела этим заняться, и вот теперь она, ну, счастлива от того, что она занимается именно любимым делом и добилась того в жизни, чего хотела. Поэтому, друзья мои, если вы любите такие книги, если вы даже книги такие не читали, но вам не хватает, возможно, в жизни немножечко смелости, немножечко уверенности в себе, или вы не знаете, как сделать первый шаг, то я предлагаю вам, если у вас есть возможность приобрести такие книги, и я уверена, что они вам обязательно помогут. Александра Казакевича первые книги я заказывала также на сайте ВВВ книги Янсен Де, но сейчас, к сожалению, на сайте этих книг нет, они распроданы. И я попросила свою подругу в Краснодаре, она заказывала мне эти книги через сайт Озон.ру. Эту книгу я получила от Юли, не знаю, где она ее покупала. Эту книгу я также заказала на сайте ВВВ книги Янсен Де. Вот, поэтому, пожалуйста, кому интересно, приобретайте и вдохновляйтесь. Теперь я хочу поговорить с вами о том, какой фильм я посмотрела также недавно. Даже это не один фильм, я порекомендую вам два фильма. Мне очень понравился фильм, это исторический фильм Борис Годунов. В главной роли Николай Безруков снимается, если я не ошибаюсь, если я правильно сейчас называю имя этого артиста. Ну, Безруков фамилия это 100%, 100% вот в имени я не уверена, но, по-моему, Николай Безруков. Очень интересный фильм, это сериал. Хорошая игра артистов. Знаете, те времена вообще было... Вообще я люблю исторические фильмы. Здесь, конечно, показано в этом сериале жизнь тех времен, да, как люди жили. Здесь также много интересных таких аспектов из истории России показано в этом фильме. И мне было очень интересно этот фильм посмотреть. Далее я хочу порекомендовать вам фильм, который называется «Жених для дурочки». Интересный фильм. Знаете, мне просто было посмотреть интересно вот именно как развивается сюжет и чем же закончится этот фильм, чем же закончится судьба вот этой девушки, которая всё искала для себя жениха. Но фильм, вы знаете, он такой со смыслом, интересным смыслом. Там потом уже на протяжении фильма происходят такие события интересные. И начав смотреть, я сначала, знаете, как-то так скептически. Какой-то фильм такой, непонятно, там девушка. Но потом, когда я больше и больше смотрела, мне больше и больше нравилось, и в конечном итоге я посмотрела и осталась очень-очень довольна. Может быть, вы смотрели уже этот фильм. Но если нет, то посмотрите. Ссылку я также оставлю под видео. Ещё хочу порекомендовать вам каналы. Это девушки, конечно же, которые вяжут. Я познакомилась недавно с одной женщиной, которую зовут Алла, и её канал называется «Алла вяжет». Алла из Одессы. Она теперь живёт в Калининграде. Она вяжет разные изделия, вяжет спицами для себя, для своих внуков. И, возможно, вам будет интересно на её канале посмотреть, какие у неё работы, какие у неё процессы. Алла пишет мне всегда комментарии. Она смотрит также канал моих родителей. Вот, кстати, хочу, пользуясь случаем, сказать, дорогие друзья, вы часто меня спрашиваете, где же видео про Парагвай. Я уже выпустила видео, но, может быть, кто-то не смотрел или кто-то просмотрел. Хочу сказать, что у моих родителей отдельный канал, который называется «Наши будни в Парагвае». Тоже рекомендую вам этот канал, если вы любите какую-то другую природу, немножечко экзотики, может быть, позитива и тёплого лета в зимние дни. Поэтому, пожалуйста, проходите на канал моих родителей. Возможно, найдёте для себя что-то интересное. Также хочу порекомендовать ещё один канал. Девушка живёт в Германии. Зовут её Марина. Она вяжет прекрасно спицами. У неё достаточно интересные работы. Она показывает обзоры пряжи, свои покупки, свои процессы. У неё также есть мастер-классы в формате экспресса, мастер-класса или подробное объяснение на канале. Поэтому проходите, пожалуйста, на канал Марины. И я думаю, вы найдёте для себя там что-то интересное. На этом я своё видео хочу закончить. Хочу пожелать вам всего самого хорошего, отличного вам настроения, вдохновения вам. И мы увидимся с вами завтра.